На этих кадрах полки с крупами нескольких сетевых магазинов, которые выглядят везде примерно одинаково. Полно макарон и фасоли, местами есть рис, но его значительно меньше, а вот гречки нет нигде. По словам покупателей, горожане боятся продуктового дефицита и разбирают товары с самой первой необходимости из-за опасения возможного всеобщего карантина. Гречку успели купить? Нет, я уже купила вчера. Хватило, успели взять? Хватило. Сколько взяли? Шесть килограмм. Скажите, а почему именно гречку сейчас разбирают? Почему макароны стоят? Потому что в ней микроэлементы есть, которые полезны. Главное, антибактериальные салфетки успела купить. А гречка? Гречка очень люблю, но без фанатизма. Поэтому достаточно того, что есть дома. А этот небольшой магазин расположен в сотне метров от двух больших супермаркетов. Проверяем наличие товара здесь. Парадокс, но в тесном магазине полки забиты и гречкой, и рисом. Как признается администратор, ажиотаж был несколько дней назад. Но, видимо, народ временно успокоился. Люди разбирают, но у нас есть, хватает нам товара, как сами видите. Вчера уже как-то спокойнее. Сегодня тоже. В аптеках тоже ажиотаж. Масок нет давно, противовирусные препараты пока есть, но такого спроса фармацевты не припоминают. Пропали с полок и дешевые антисептики. Остались только дорогие. Силы 256 рублей. Самый дешевый антисептик? Это лечебный антисептик, который убивает штаммы в актере. А какой он уже? Который просто побрызгает, который не лечит. Их нет на складах. Сейчас за состоянием рынка пристально следит правительство региона. Собственников магазинов призвали увеличить продуктовые запасы по востребованным группам товаров. А население не впадать в панику. Еды хватит всем. Александр Сергеев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.